Всем привет! Сегодня я хотел бы сделать для вас обзор и поделиться опытом использования вот такой вот небольшой компактной метеостанции от суббренда Xiaomi. Дело в том, что эта компания делает не только такие портативные, компактные и многофункциональные метеостанции, она еще и делает много разных других аксессуаров. Например, коврики, мышки, клавиатуры и много-много всего интересного. Можете погуглить, этот суббренд, он очень популярен и пользуется среди покупателей хорошим спросом, потому что делает качественно и недорого. Но сегодня будем не об этом. Я хотел бы рассказать о своем опыте использования, рассказать о том, какие у меня еще дополнительно были для сравнения, можно так сказать, метеостанции. Помимо этой, у меня были на электронных чернилах две метеостанции. Одну из них буквально недавно продал и на втором канале выйдет опыт эксплуатации этой метеостанции. И самое интересное, что я проделал такой эксперимент. Я взял и сложил все метеостанции рядом друг с другом и сделал фотографию спустя где-то примерно полчаса, чтобы все показания устаканились, потому что они находятся все в разных местах. И если я найду эту фотографию, я сюда ее вклею, собственно, вы увидите, что показания разнятся буквально на одну десятую. Это очень хороший показатель. Это говорит о том, что все приборы показывают плюс-минус очень точные показатели. Примерно осенью они начали массово продавать эти метеостанции. Я был одним из первых, кто купил. Купил я ее примерно за 12, по-моему, или 13 долларов. То есть это очень хорошая цена. Сейчас на них цены, в принципе, остались такими же. Я ссылки оставлю на Алиэкспрессе, вы можете посмотреть. Я считаю, что за эти деньги это очень хороший и интересный экземпляр. Но у него есть одна особенность. Так как это не электронные чернила, это обычный такой монохромный дисплей, то у него есть такой нюанс, как первое это потребление энергии, второе это углы обзора. Например, углы обзора на электронных чернилах, на таких дисплеях, они значительно повыше. Здесь, если мы начнем вертеть, то уже примерно вот в таких вот экстремальных углах уже ничего не видно. То есть, по сути, мало что разберешь. Ну вот, когда темно и свет не попадает, то становится все более кашеобразно где-то вот под таким углом. То есть, смотреть комфортно и считывать информацию, в принципе, можно только смотря прямо, либо чуть-чуть сбоку, либо так, либо так, либо сверху, либо снизу. То есть, в принципе, по вариантам установки этой метеостанции, я так думаю, что это достаточно такой универсальный прибор, но не такой универсальный, как на электронных чернилах. И энергопотребление. Батарейка у меня села за полгода эксплуатации. Когда я эту метеостанцию достал, естественно, она была запечатана и батарейка там не эксплуатировалась. Возможно, батарейка была уже чуть подсажена, потому что сама метеостанция была выпущена третьего месяца 2021 года. То есть, это март. Может быть, за это время она чуть подсела. Ну, вот где-то в мае я начал эксплуатацию и за полгода, практически ровно полгода прошло, я поменял одну батарейку. Это очень хороший результат, я считаю, раз в полгода менять батарейку. Но опять-таки, за счет чего? За счет того, что здесь большой дисплей, крупные символы. Кстати, подсветки здесь нет. И это вот влияет на расход батарейки. В то время, как на электронных чернилах метеостанции, они служат где-то около года. А если эта метеостанция крупная, типа той с часами встроенными, то там и почти два года может служить, потому что там две батарейки установлены. Если вы не сильно разбираетесь в том, какая должна быть температура, влажность и так далее, то здесь за вас уже есть определенный показатель. Например, dry это то, что воздух пересушен, нужно включить увлажнитель, либо открыть окно на проветривание. Комфорт это достаточно большой диапазон по температурам и по влажностям, который покажет, что все отлично. У вас комфортная температура и влажность. И сейчас вы можете заметить, здесь рисочка стоит на wet. То есть влажность, повышенная влажность, желательно было бы ее уменьшить. И вот вы видите, что влажность сейчас уменьшилась, потому что я принес его из помещения, где влажность была выше. И вы видите, что влажность здесь сейчас, где я снимаю, она меньше и сразу переключился показатель на комфорт. Также мне понравилось, что здесь очень точно идут часы. За полгода ни разу они не отстали и ни разу не побежали вперед. Ни разу я их не подстраивал. Это здорово. Единственное, что при смене батарейки, естественно, все показания нужно будет вбить отдельно. Настраивается вся эта история здесь сзади. Здесь три кнопки для управления. Как это делать, я показывал в распаковке, но дополнительно покажу и здесь. Нужно держать кнопку сет, и тогда у вас символы начнут моргать. Однократно нажав сет, мы настраиваем здесь год. Естественно, у нас сейчас 21-й. Можно настроить любой год, 20-й, 22-й, какой вам угодно. Второй раз нажимаем сет однократно, не удерживая. Здесь мы настраиваем месяц. Дальше мы настраиваем день. Дальше мы настраиваем время. 12 часов, допустим, 13 минут. Все это можно добавить, убавить. Очень удобно. И по однократному нажатию сет после всех позиций прекращается мерцание. И, собственно, часы переходят, и метеостанция переходит в режим обычной работы. Собственно, все просто. Единственное, еще хотел отметить, что у нее есть несколько позиций по установке. То есть, вот такая. Когда защитная задняя крышка, которая закрывает кнопки и весь этот отсек, она устанавливается под 90 градусов. Но когда вы устанавливаете часы таким образом, то это выглядит примерно вот так. Примерно вот так. Если вы хотите чуть-чуть выше, чтобы они смотрели, например, они где-то у вас низко находятся, можно переключить вот в такое положение. Здесь все фиксируется, как вы можете заметить. И, собственно, тогда часы будут у нас показывать вот так. Ну, часы и температура, и влажность. И, естественно, выглядеть это будет примерно вот так. Примерно вот так. И можно полностью закрыть и вообще вот так вот поставить на стол, и они будут светить. Что интересно, это то, что эта метеостанция не слепнет, когда на нее попадает свет. Это было для меня прям удивлением, потому что я думал, так как это такой простенький дисплей, я так думал, что он простенький, то он будет слепнуть. Но ничего подобного. Обратите внимание, вот сейчас я поворачиваю дисплей в сторону, откуда нет источника света. Здесь стена, и никаких источников света нет. Вы видите, да, что дисплей, в принципе, читаем, но он достаточно темный. А теперь смотрите, что происходит, когда я навожу на окно. Видите? Вроде свет из окна должен все это слепить, и должен все это превращать в сплошное белое пятно. Особенно вот здесь это отчетливо видно. Но глазу так гораздо приятнее и комфортнее, и даже на камеру это видно. Так и так. Есть разница, да? Так и так. Так оказывается ярче. То есть вот такие вот особенности этого дисплея, приятные, я бы сказал, я бы мог отметить. В целом устройство не глючило, точно показывает температуру, точно показывает влажность. Очень быстро меняются показания в зависимости от того, в каком помещении они находятся. Практически там за минуту, за две вы сможете замерить достаточно точные показания. Естественно, вы сейчас скажете, а что у тебя тут прыгают показания? Для того, чтобы точность измерений была высокая, нужно оставить прибор и не трогать его. Потому что здесь высокочувствительные датчики установлены. И малейшие колебания воздуха, которые сюда загоняются в эти датчики, малейшее прикосновение рядом с датчиком, оно вносит уже определенные коррективы и он показывать будет не точно. То есть, естественно, это устройство рассчитано на то, что вы его поставили и оно вам замеряло все то, что нужно. Поэтому, пока я верчу эту станцию, естественно, показания будут прыгать и все тому подобное. У меня приятнейшие впечатления. Я считаю, что цена вполне обоснованная. Можно смело покупать его за 10, за 12, за 13 долларов на Алиэкспрессе. Я постараюсь найти ссылку на самые лучшие предложения и укажу ее в описании. Там же я укажу ссылку на два кэшбэка. Обязательно пользуйтесь ими для покупки. Пользовались вы такой станцией или нет? Напишите в комментариях. Я, например, нисколечко не жалею, что купил и крайне рекомендую. Это действительно устройство, за которое не стыдно, очень достойное. Спасибо всем за внимание. Хорошего всем настроения. Пишите ваши комментарии там внизу под видео. И всем пока!